МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас на данный момент опережение 10 дней. То есть это и в финансовом плане, и план-график производства работ четко отслеживаем. Сразу 5 абаканских пассажироперевозчиков подняли цену на проезд в автобусах. Билет стоит теперь 22 рубля. Некоторые заходят и просят, давайте, мне не хватает денег, или кто-то даже дает, иногда бывает. Жизнь с приключениями. Заядлые путешественники расскажут, как увидеть мир и не разориться. Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Гонконг, Макао. Возведение радиологического корпуса идет с опережением графика. Сегодня на строительной площадке побывал руководитель профильного министерства Сергей Новиков. Подробности в материале Оскара Артамонова. Радиологический корпус – один из самых ожидаемых объектов здравоохранения Хакасии. Ведь по подсчетам специалистов, порядка 80% больных нуждаются в лучевой терапии. А сегодня им приходится отправляться за ней в другие регионы. Тем временем строительство нового корпуса онкодиспансера идет ударными темпами. У нас на данный момент опережение 10 дней. То есть это и в финансовом плане, и план график производства работ четко отслеживаем. Поэтому здесь, по этому объекту, никаких проблем мы не видим. Сейчас на стройплощадке трудится порядка 50 человек. Общая стоимость радиологического корпуса оценивается в 1 миллиард 309 миллионов рублей. В этом году планируется освоить 200 миллионов на строительно-монтажные работы и 205 миллионов на оснащение оборудованием. Само здание будет состоять из двух корпусов. На сегодняшний день уже отлиты стены первого блока, в котором разместят линейный ускоритель. Параллельно строители перекрывают цокольный этаж административного корпуса. Толщина стен 2 метра, толщина перекрытия 2 метра. Это дополнительная усиленная опалубка, дополнительные стойки. Это послойное бетонирование. То есть это сложная технология, но достаточно. То есть большой уровень ответственности мы понимаем, что, как вы говорите, это радиология для людей. Завершить основную часть строительных и отделочных работ планируется до декабря, чтобы уже в конце этого года можно было начинать устанавливать сложное медицинское оборудование. Одна из школ в Устебакане накануне осталась без света. Ограничения электроснабжения ввели энергетики из-за долгов образовательного учреждения. Но такая ситуация продлилась недолго. Правительство Хакасии изыскало средства для выделения субвенций Устебаканскому району. Необходимая сумма для разблокировки счетов уже направлена в муниципалитет. Долги будут погашены в ближайшее время, и электроснабжение в школе будет восстановлено. Телефонные мошенники под видом начальника Абаканской ГИБДД пытаются выманить деньги у доверчивых гаражан. Сразу три случая зарегистрированы в республиканской столице. Сценарий всегда одинаковый. Руководителям и сотрудникам учреждений звонят мошенники, которые представляются начальником госавтоинспекции Абакана. Под разными предлогами злоумышленники вызывают граждан якобы к главному дорожному полицейскому столице, а по пути просят купить дорогой алкоголь и пополнить мобильные счета. К счастью, пока никто на удочку мошенников не клюнул. Полицейские призывают горожан не терять бдительность, а начальник ГИБДД Абакана Александр Лебедев заявил, что никогда не обращался к жителям для решения внеслужебных задач. Первое в наступившем году заседание Совета развития при главе Хакасии состоялось сегодня в республиканском правительстве на рассмотрении несколько инвестиционных проектов. Подробности в следующем сюжете. Руководство региона, руководители профильных министерств и ведомств, эксперты. Главная задача Совета развития Хакасии – поддержка инициатив, направленных на социально-экономическое развитие республики. Речь идет прежде всего о тех проектах, которые влекут за собой развитие инфраструктуры, выпуск новой продукции, увеличение рабочих мест, что так необходимо республике. Помимо этого, еще и дополнительные налоги обещает один из докладчиков. Типография, выпускающая этикетки и упаковки планируют увеличить мощность производства. Денег у республики не просят. Желают лишь заручиться поддержкой гарантийного фонда Хакасии. Другой инвестпроект – строительство современного IT-центра. Если вкратце, то специалисты этой сферы соберутся в одном месте, будут разрабатывать программное обеспечение и выводить его на экспорт в регионы России и за рубеж. Позволит осуществить взаимодействие с учебными заведениями, для того, чтобы те кадры, которые рождались у нас в Хакасском государственном университете, в ХТИ, они могли сразу же трудоустраиваться. Для Хакасии это необходимо как дополнительные рабочие места. Безусловно, любая коллаборация, она начинает производить новые рабочие места. Ну и увеличение, естественно, налоговых отчислений. На реализацию проекта нужно 600 миллионов рублей. Инициатор идеи уверяет, деньги, инвесторы, заинтересованность профильных компаний есть. Нужно, чтобы Совет развития признал проект приоритетным. Это важно. Вот тут и возникли разногласия. Эксперты признают, проект нужен. Но прежде необходимо оценить все риски, рассмотреть и другие подобные предложения, чтобы выбрать лучшее. Обсуждение продолжится после 10 марта. Кроме того, в ближайшие три года в рамках нацпроекта в Абакане будут построены универсальный спортивный зал и футбольное поле с беговыми дорожками. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС. Закон об обеспечении младших школьников горячим питанием принят Государственной Думой. Реализовываться он будет поэтапно до 1 сентября 2023 года. Поправку, благодаря которой ученики начальной школы должны быть обеспечены горячим питанием, внес президент России Владимир Путин. Норма вступит в силу с 1 сентября этого года. В Хакасии бесплатным горячим питанием обеспечивать школьников начнут в начале следующего учебного года. Сейчас в республике идет подготовительная работа. Правительство России отказалось сделать последний день года официальным выходным. Напомню, предложение о дополнительном отдыхе внесли депутаты Госдумы. Парламентарии рекомендовали один из выходных дней календарного года переносить на 31 декабря, если он приходится на обычный рабочий день. Однако в Кабмине эту инициативу не поддержали. Объяснили это тем, что количество выходных в России и без того слишком велико по сравнению с другими странами. В результате решения о том, работать или отдыхать в последний день года, будут принимать как в 2019-м на региональном уровне. В Абакане сразу 5 пассажироперевозчиков подняли цены на проезд на 2 рубля. Катерина Ярушина узнала, на каких маршрутах можно еще проехать по старой цене. 10-11 маршруты уже перешли на новую стоимость проезда в 22 рубля. Еще в январе пассажироперевозчики предупредили. Вырастет цена на газ, а значит и билеты подорожают. Еще в стоимость вкладывают расходы на ремонт, зарплату. Еще все же дорожает, горючая, запчасти, мотла, зарплату требуют водители конструктора. Все, стоянка, уже не автобусы. Ну естественно мы хотим, стараемся удерживать цену газа, пытаемся договариваться. Галина Кожевникова в своем автопарке имеет больше 10 единиц техники. Она одна из тех, кто за проезд просит еще 20 рублей. Предприниматели рассказывают, сейчас на рынке 8 заправщиков газа. И у каждого своя цена. Ее поставщик обеспечивает топливом еще и старых запасов. Ценники подняли пока 5 пассажироперевозчиков. Так что в целом у населения есть выбор среди нерегулируемых маршрутов. 11, 18, 30, десятка. Проехать за 20 или 22 рубля. Не у всех пенсионеров есть льготы, во-первых. И эти рубль 2-3, они для пенсионеров существенны. Некоторые заходят и просят, давайте мне не хватает денег. Или кто-то даже дает иногда бывает. Ну ехать надо, не буду же пешком ходить. Будут ездить. Что повышают почти каждый год, это конечно минус. Потому что деньги уходят. Даже несмотря на эти 2 рубля повышения, все равно ты ездишь каждый день и сумма заметна. Ну это как бы не критическая сумма. Но все ездить, но все равно придется. Антимонопольщики не наблюдают нарушения закона со стороны автобусников. Ведь у людей есть выбор. Вместе с тем на рынке пассажироперевозчиков междугородного следования не все так просто. Уфас по Хакасии выиграла суд против предпринимателей, разом поднявших цену на рейсах Абаканца и Нагорск с 240 до 300 рублей. С понедельника, с 17 февраля текущего года пассажироперевозчики должны были снизить стоимость проезда с 300 до 240 рублей. Ситуация на контроле. Мы мониторим. Направили запросы пассажироперевозчикам. В случае, если требование не будет исполнено, предпринимателям грозят солидные штрафы. Катерина Рушина, Руслан Шалвинов, РТС. В Абазинском психоневрологическом интернате новый директор им стала Мария Чебодаева, которая в течение последних 10 лет возглавляла аналогичный интернат в селе Бельтырском. Ранее Марина Николаевна работала психологом в Абаканском управлении социальной поддержки населения. Жительница Абакана стала жертвой назойливых коллекторов. Женщину изводили звонками по 4 раза в день. Как рассказали в службе судебных приставов, жертва произвола коллекторского агентства даже не была должницей. Кроме того, по действующему закону количество звонков строго ограничено. Жительница Абакана обратилась за помощью к приставам. Был составлен протокол и звонки прекратились. А коллекторам теперь придется оплатить штраф в 50 тысяч рублей. Маленькая Лиля нуждается в нежных маминых руках. Позитив малышки и любовь ко всему миру просто не могут остаться незамеченными. Сегодня наша традиционная рубрика «Жду маму» расскажет об этой чудесной девочке. Знакомьтесь, это маленькая Лиля. Ей всего 2 года, но девочка очень любознательная. Она любит обниматься, любит танцевать. Она очень активная. Да, Лиль? Маленькая Лилечка уже в 2 года лишилась мамы. Но несмотря на предательство, значение слова, которого она еще не знает, она тянется ко всем маленькими ручками. И ко взрослым, и к детям. Малышка мгновенно заряжает своей жизнерадостностью и позитивом. Она танцует, с удовольствием смотрит мультфильмы. Лилечке интересно все новое, но ей не хватает маминой заботы. Ты всех жалеешь там, да? Куси мои, куси! Бабулечка там плачет, тебе жалко? В детском доме Лиля, как солнышко, обожает обниматься, любит играть во все, что только попадется на глаза. Лиля очень веселый ребенок. Несмотря на свои 2 года, она очень общительный ребенок. Старается помогать во всем. Где-то, если обидели кого-то или кто-то упал, она всегда поможет, подойдет, обнимет, погладит. Маленькая хозяюшка. Она у нас такая маленькая частюлька. Если вдруг что-то у нее, где-то кофточка заморалась или намочила, она ручки грязные, она сразу бегом показывает, что надо идти мыть и переодеваться. Малышка, как любая девочка, наряжается и фотографируется. В будущем с удовольствием примерит мамины серьги. Вот так. Фотографировать тебя будем? Да? Лилечке нужна любящая семья и мама, которая никогда не даст в обиду это маленькое чудо. Сегодня министр экономического развития Хакасии отчитался перед правительством об успешной реализации нацпроектов за минувший год. Республика приняла участие в четырех проектах. Демография, здравоохранение, безопасные и качественные дороги и образование. В частности, в прошлом году построили 11 детских садов, 4 школы, 2 дома культуры. Отремонтировали 17 километров дорог республиканского и местного значения. Приобретена лесопожарная техника и медицинское оборудование. Начато строительство Туимского психоневрологического интерната и жилого многоквартирного дома в поселке Майна. Реализация нацпроектов продолжится и в текущем году. Полицейские продолжают розыск 23-летнего Сергея Стальмакова из Устебакана. 9 февраля парень ушел из дома на улице Спортивной. Рост 175 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, темные волосы. На правой лопатке большой шрам. На правой руке татуировка с надписью «За вас». Есть татуировка и на ноге. На лице две большие родинки. В день исчезновения устебаканец был одет в черные штаны и кроссовки, серую кофту, куртку темно-синего цвета. При себе может иметь паспорт, армейский жетон с личным номером ЕХ 809-345. Устебаканские полицейские просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека. В Аале Мохова устебаканского района открылся новый ФАП. В каких условиях теперь медики будут лечить сельчан, увидела Катерина Ирушина. Сегодня и правительство республики, и федеральные власти озаботились реформой первичного звена. И будем надеяться, что в ближайшие годы у нас система здравоохранения кардинально поменяется в лучшую сторону. Ну, а сегодня я предлагаю порадоваться вот этому событию. Для гостей небольшого праздника медики проводят экскурсию. Здесь несколько кабинетов. Процедурные для приемов взрослых и детей, прививочные. Все красивое, новенькое, в том числе оборудование, хвастаются медики. Кардиостимулятор для чего? Для оживления человека. Искусственная вентиляция легких. Кислород заряжен. Все, полностью. Местный фельдшер Клавдия Зайцева принимает моховцев 78-го года. Вспоминает, когда только приехала в деревню, ФАП располагался в старой избушке. Позже переехали в небольшой школьный кабинет, а затем и вовсе перешли на подомовой обход. Сейчас приезжают в деревню два раза в неделю. В каждый дом. Это, представьте, приедешь и до самой ночи уедешь отсюда. Но в каждый дом. Это же не просто так пойти и с каждым уже нужно поздороваться, раздеться, руки помыть. Даже давление измерить, это уже полчаса на каждую больную. В Мохово проживает 120 человек. Большинство в возрасте 40-50 лет. Маленьких пациентов здесь 20. Помощь требуется часто и ребятишкам, и взрослым. С Московского выезжаем сюда, кровь берем, смотрим. Или приезжают они туда. В основном здесь много с сахарным диабетом, где-то человек 7. Сахарный и гипертоническая болезнь. В основном. Дети маленькие, болеют часто, комфортнее будет сюда приходить. И лекарь тоже будет как-то покупать. ФАП в Мохово был построен по национальному проекту. Устебаканский район считается лидером по количеству медицинских строек. В нынешнем году еще один фельдшерско-кушерский пункт должны открыть в селе Зеленое. Катерина Ярушина, Руслан Шелгынов, РТС. В Хакайсии разыскивают родственников солдата, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны. Красноармеец Бачигуров Афанасий Алексеевич до сих пор считался пропавшим без вести. Поисковикам удалось установить его судьбу по архивным документам. Призван он был из Устебаканского района в августе 1941-го. Последнее письмо от него семья получила в начале 1945-го. С тех пор никаких известий о солдате не было. Сейчас установлено, Бачигуров героически погиб в бою в январе 1945-го года. Перевычным местом захоронения Афанасия Алексеевича и его однополчан значится Польша. Теперь поисковики разыскивают родственников солдата. Контактный телефон вы видите на экране. В Хакайсии продолжается реализация образовательного проекта «Парта героя». Завтра учебный стол с информацией о героическом земляке установят в Национальной гимназии. На именной парте, посвященной памяти кавалера Ордена Мужества Николая Доможакова, будет размещена общая информация о выпускнике школы, его фотография, биография и героический путь. В церемонии открытия примут участие координаторы национального проекта, депутаты Верховного Совета Хакайсии и мама героя, погибшего в Чечне. Именная парта будет установлена в кабинете истории, где учился в школьные годы будущий герой. А право сидеть за этой партой будет предоставляться лучшим ученикам класса. Накануне в Абакане состоялась встреча Лиги странников. На ней путешественники рассказали, как преодолеть страх и сомнения перед первой поездкой, куда можно отправиться и как увидеть мир бесплатно. Полезные советы послушала Виктория Титова. Лига странников появилась в Хакайсии лишь в прошлом году, но уже успела полюбиться и путешественникам, и тем, кто только мечтает отправиться на встречу приключениям. Идея встречи проста. Это обмен опытом. Мы хотим, чтобы люди, которые познают мир и живут рядом с нами в Абакане, рассказали об этом другим. И вообще мы сейчас так редко собираемся хорошими, большими сообществами оффлайн. Поэтому нам эта встреча дорога еще вот этим форматом. Когда встречаются друзья, когда все завязывается на рукопожатиях, когда люди вдохновляются и потом куда-то сами едут. Истории на встречах действительно звучат вдохновляющие. Чего только стоит рассказ Дмитрия Чешева. Несмотря на травму, мужчина путешествует по России, занимается спортом, дайвингом и даже участвует в парусных гонках. За пять лет он повидал практически всю Россию. Теперь хочет отправиться за границу. Начать планируется Египта. Там, говорят, дайвинг очень развит. А потом можно и в Турцию махнуть, чтобы принять участие в заплыве через Босфор. Инвалидное кресло не помеха, уверяет Дмитрий. Преграды лишь в голове. Чтобы их преодолеть, нужно поставить цель. Боишься? Начни с малого. Просто выйди здесь дома для начала. Просто съездь в соседний город, в соседнее какое-то место. Это уже путешествие, потому что путешествие – это любое движение туда, где ты еще никогда не был. И это уже новый маршрут. И тебе это понравится. И ты уже дальше будешь ставить все новые и новые цели, все более глобально и уже планировать там, не знаю, круглосредное путешествие. Есть цель, нет преград. В этом уверен и Антон Дейнюк. Увидеть мир он мечтал с детства. И каждый раз, когда по телевизору показывали программу о путешествиях с Михаилом Кожуховым, говорил себе, что однажды его мечта исполнится. Так и случилось. Уже 11 лет Антон путешествует по свету. Приключений было много. Самое запоминающееся было в 2017 году, три года назад, путешествие с рюкзачком. Вокруг Азии 8 стран я тогда посетил. Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Гонконг, Макао. Еще одно незабываемое путешествие Антона – дальнее плавание на Крузенштерне вместе с кумиром детства Михаилом Кожуховым вокруг Испании и Португалии. О самых ярких моментах этого путешествия Антон рассказал на встрече Лиги странников, которая прошла в Абакане накануне вечером. Здесь выступила и еще одна путешественница – Юлия Глухоедова. Девушка объездила 47 регионов нашей Родины, причем почти бесплатно. Способ номер один, на нем мы сегодня не будем зацикливаться – это различные фестивали и форумы. Для того, чтобы стать участником таких событий, можно просто зарегистрироваться на системе АИСРОСМолодежь. Я в конце покажу этот слайд и быть полезным не только своему региону, но и своей стране. Другой способ – волонтерство. Или, как его называет Юля, путешествие со смыслом. Сама она начала с русского географического общества. Первая поездка выпала на Кольский полуостров. Там Юля не только увидела красоты этого края, но и внесла вклад в их сохранение. Ведь задачей поездки было строительство экологической тропы. Совершить подобное путешествие может каждая уверена девушка. Главное – вдохновиться. А помочь в этом может Лига странников. На этом у меня все, но не уходите далеко от экранов. Моя коллега, ведущая рубрики в сети Полина Назарова, к этому часу собрала самые интересные новости из мира интернета. Поля, добрый вечер. Добрый вечер, Ваня. Добрый вечер, дорогие друзья. Поля, ну что расскажешь сегодня? На самом деле, Ваня, у нас в топе новостей. Наказание одной из топливных компаний Хакаси, которая незаконно заправляла самолеты и многое другое. Очень интересно. Полина, оставляю тебя для того, чтобы ты могла рассказать эту историю нашим зрителям. Я же с вами прощаюсь. Увидимся. И действительно, один из топливных магнатов схлопотал крупный штраф. Все потому, как заправляли самолеты нашей воздушной гавани. Нехитрецы решили обойти стороной гостарифэнерго Хакаси с соответствующими документами на регулирование деятельности в сфере услуг по заправке воздушных судов, авиационным топливом и его хранению. Соответственно, контролирующий орган и знать не знал, по какой цене. Как итог, штраф в 150 тысяч рублей. Хорошая новость. В республике начинается реализация социального проекта «Моторика». Он направлен на разработку и изготовление в Хакаси так называемых функциональных протезов для рук. Это обеспечит людям с ограниченными возможностями практически полноценную жизнь. Для детей цветные протезы, которым можно прикрепить смартфон или пульт управления и даже скакалку. А вот взрослым, которые обучаются пользоваться такой помощницей, это дает возможность, скажем, красить ногти или вдевать нитку в иголку. Кстати, получить такой протез можно и за счет государства. Нужно обратиться в протезную компанию и собрать необходимые документы. В январе в Хакасии родились 450 крох. А вот какие же имена стали самыми популярными? В Хакасии теперь живут Спартак, Ливон Робия и Ассель. Это самые редкие. А вот самыми распространенные для маленьких жителей Хакасии для мальчиков стали Артем, Егор, Роман, а для девочек Анастасия, Ксения, Милана. Пока в Хакасии задул ветер, смога как не бывало, зато в Красноярске люди попросили помощи у Юрия Дудя, заступиться за их экологию. Алексей Чепрасов вышел на площадь перед краевым правительством с плакатом в руках. На нем обращение к журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю с просьбой спасти город от черного неба. Между тем, недавний фильм на ютубе о ВИЧ-инфекции того же журналиста привлек большое внимание общественности. Чем закончится эта история, будем следить. Еще одна новость из Красноярского края. Сразу два сотрудника полиции покончили с собой. Эту информацию в МВД подтвердили. 17 февраля первая трагедия произошла в Канске. Погибший был психологом. Его работой было контролировать психологическое состояние личного состава. Вторая смерть в этот же день в Багучанском районе. Кстати, как сообщают наши коллеги, был еще один случай, правда, в Рязанской области. Там инспектора ДПС обвинили в получении взятки. Он тоже наложил на себя руки. Для мам также есть новости. Сертификат на маткапитал в России начнут давать прямо в роддоме. Российское правительство заявило о намерении упростить процедуру получения материнского капитала. Получить сертификат можно будет сразу после выписки на основании полученных при поступлении в роддом данных. Все необходимые сведения будут направляться в соответствующие службы после заполнения мамой документов в роддоме. Правда, когда изменения вступят в силу, неизвестно. А вот любители слушать музыку и смотреть видео спешу огорчить. Россиянам хотят запретить это дело в общественном транспорте без наушников. Думаю, каждый нас встречался с такими людьми. Музыка на полную, а вокруг другие пассажиры. Предлагается запретить прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, чтобы люди не нарушали границы друг друга. С этим предложением выступила Ассоциация экспертов по деловой этике России. Это были все новости, которые попали в мои сети. Сегодня узнать и увидеть еще больше можно на нашем сайте tvrts.ru, ютубе и во всех соцсетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok